Тут сенсации не будет. Пока другие топ-клубы проходят через драмы и конфликты, «Зенит» спокойно идет к пятому чемпионству подряд. Неделю назад «Петерца» уверенно взяли три очка с пари НН. Малком забил красивый гол со штрафного, затем еще один головой, а довершил разгром Ерохин. Соперник же не создал ничего опасного. Как раз такой крупной победы и ожидали букмекеры. «Спартак» свой матч выиграл, теперь «Зениту» нужно восстановить отрыв в восьми очков. Состава Мусимака проблем нет, даже отсутствие Клаудини незаметно. Первый матч за «Зенит» провел 19-летний защитник Реном. Работы у него было немного, но бразильцу предрекают большое будущее. Химки сильно обновили состав и пытаются спастись от вылета из премьер-лиги. В прошлом туре команда Гогнева сыграла в ничью с факелом и по-прежнему отстает от зоны стыковых матчей на одну очку. Футбол в Воронеже был специфический, много борьбы, фолов, 39 нарушений, брака в передачах. Этому способствовало и тяжелое поле. Но даже в таких условиях Химки проиграли сопернику в активности, в 8-15 по ударам-поворотам. Отметим, что Мерзов не реализовал пенальти, но это было еще при счете 0-0. И Химки потом все равно забили первыми, но не удержали преимущества. Интересно, что в основе Гогнев выпустил сразу 7 новичков, и бразилец Гильерме забил в первом же матче. Но в Санкт-Петербурге Химкам вряд ли удастся разжиться очками. Зенит уверенно играет дома с аутсайдерами, матч, скорее всего по сценарию будет похож на встречу с пари НН. БК Лига Ставок дает на победу Зенита с форой минус 3 коэффициент 2,03. Интересный вариант предлагает также Фанбет. Победа Зенита и тетал желтых карточек у соперника больше 2,5 за 2,17. Учитывая то, как агрессивно Гогнев обычно настраивает свою команду, это вполне может зайти.